13.08 в Кирове начинается программа «Особое мнение» в студии Анны Лапшина. Я приветствую всех слушателей и напоминаю им, что мы продолжаем подводить итоги года с нашими гостями, с нашими экспертами. У экспертов есть домашнее задание, должна быть честной, да, то есть всех их мы просим отметить какие-то события положительные, на их взгляд, произошедшие в Кировской области за уходящий год, и какие-то отрицательные, печальные моменты, которые тоже обсуждались в общественном поле. Ну вот сегодня, собственно говоря, итоги года мы будем подводить с депутатом Кировской и Градской думы 5-го созыва, предпринимателем Алексеем Кузьминым. Алексей, в нашей студии, добрый день. Добрый день. Я напоминаю, что нашему гостю можно задавать вопросы на сайте хакирова.ру, есть форма анонса, где вы можете ваш вопрос разместить, и мы его обязательно озвучим, Алексей постарается ответить. Ну и пока переходим к нашим вопросам, собственно, непосредственно к домашнему заданию. То есть давайте сначала коротко мы озвучим, обозначим какие-то темы, которые вам кажутся позитивными и негативными для области, а дальше, может быть, будем разбираться, почему. Вы знаете, позволю, наверное, сказать, что я не подготовил ваше домашнее задание. Почему? Потому что считаю, что в Кировской области не произошло сколько значимых событий, на которых стоит обратить слишком особое внимание и особое мнение. Почему? Почему у меня такая позиция? Потому что, например, мною уважаемый и знакомый Вадим Бакатин, это был секретарь обкома Кировской области в 85-87 годах, он говорил так, что событием является большая стройка. Если бы в Кировской области в этом уходящем году, в 2017-м, случилась какая-то грандиозная большая стройка, которая бы способствовала развитию экономики, социальной, культурной сферы, спортивных достижений, то я бы назвал это событием. Но в 2017-м году, как вы знаете, особо грандиозных строек не было. Единственные стройки, которые появились в городе Кирове и открылись объекты в городе Кирове, это здание, или как его называют, дворец мытарей, это здание налоговое и здание Следственного комитета. Соответственно, это надзорные органы. Но мы за них все равно порадуемся. Надзорные, правоохранительные органы. Мы, конечно, за них порадуемся. Эти здания были построены на федеральные средства, но как таковую какую-то пользу для экономики, для социальной, культурной, спортивной сферы эти объекты, мне кажется, не принесут. Потому что, как мне рассказывают и коллеги предпринимателей, лучше с нашей налоговой жить не стало. Ну вот подождите, я как раз хотела обратить внимание тогда на здание налоговое, раз уж вы об этом заговорили. Вчера буквально был у меня разговор тоже с предпринимателем, человеком, который занимается малым бизнесом. Он говорит следующее. Раньше налоговое было, то есть когда строилось это здание, заявлялся основной плюс. Все отделы будут в одном месте, людям не придется бегать по разным районам города. Он говорит, когда раньше было в разных районах, было удобнее, потому что ты ехал за одним в одно место, за другим в другое. И количество людей, просителей, требователей, оно тоже было распределено. А сейчас там толпы народа буквально ходят, которые, видимо, еще не знают, куда, в какую сторону этого большого здания. Вы сталкивались с этим или, может быть, как-то знакомые рассказывали? Ну, конечно, сталкивался. Уже я бывал в новом здании налоговое, уже решал какие-то вопросы, связанные с бизнесом. И действительно... Плохо выстроил логистика. Количество вопрошающих в этом здании слишком велико, невыстроенная логистика действительно внутренняя. Но это уже проблемы этой организации. Мне кажется, что все-таки это здание строилось не для посетителей, а для сидящих в этом здании. Поэтому говорить о том, что у нас выстраиваются какие-то государственные учреждения только для жителей Кировской области, мне кажется, неправильно. Это строится для чиновников, для сотрудников государственных и муниципальных служб. И с каждым днем количество объектов, которые занимают чиновничий аппарат, государственные, региональные, муниципальные служащие, с каждым днем количество квадратных метров все увеличивается и увеличивается. Посмотрите на муниципальные объекты. Они сплошь и рядом заняты какими-то организациями, фгупами, гупами, мупами и так далее. Поэтому это вопрос скорее к тем, кто в этих зданиях находится. Значит, это первое. Хорошо, значит, две большие стройки, которые были в Кировской области. Это которые я только отметил. Не на благо Кировчана, а на благо сотрудников. Еще одна стройка, действительно, которая была во благо Кировчан, это строительство школы на тысячу мест в Слободе-Зиновой. Действительно большой, огромный, колоссальный проект. Строился несколько лет. И впервые за многие годы появилась у нас новая школа. Но стоит отметить, что помимо этой школы нужно было комплексно решать вопросы именно этого объекта. Во-первых, к этой школе ведет единственная дорога, узкая дорога, не категория А, которая ведет в огромный многотысячный микрорайон Зиновы и в эту школу. Естественно, с вводом в эксплуатацию этого образовательного учреждения жители Слободы-Зиновы столкнулись с колоссальными транспортными проблемами. Что сейчас мы видим на этой улице, социалистической. Там колоссальный транспортный коллапс. И, по-моему, городские власти забыли об этой проблеме. И никто особо не обращает на нее внимания. Но там живут несколько тысяч человек. И они с каждым днем все усиливают и усиливают требования решить этот вопрос. Так вот, это первое. Второе. В самой школе, все мы знаем, и прецеденты, когда парты с острыми углами были установлены. И заместитель министра образования Российской Федерации обратила на это внимание. Что уже не по современным стандартам и лекалам произошло внутреннее обустройство школы. Алексей, пока строили, стандарты изменились. Ну, вы знаете, это типичная проблема в России, когда что-то быстро меняется. То законодательство меняется, то стандарты, СНИПы, ГОСТы и так далее. Поэтому здесь, конечно, нужно было работать на опережение. Я ни в коем случае не хочу критиковать этот объект. Но, вы знаете, в Татарстане, например, за последние два года ввели в эксплуатацию 75 школ. 75 школ. В Кировской области. Порадуемся за Татарстан. Порадуемся, да. Ну, конечно, другие бюджеты, другой уровень федерального финансирования. Но, тем не менее, здесь работать еще много предстоит. Поэтому нужно искать финансирование, федеральное финансирование, для того, чтобы у нас открывались новые школы, новые детские сады. Без решения образовательных проблем в Кирове вот этот ком, ком-проблем будет только нарастать. Поэтому здесь вопрос очень дискуссионный, актуальный. Да, и обращу внимание наших слушателей, да, тема школы, тема образования среднего, она в наших эфирах периодически поднимается, в том числе с участием Алексея Кузьмина. И сегодня, я должна вам сказать, буквально вот на заседание городской думы пришли родители учеников школы номер 24. Это тоже большая проблема центра города. Школа с наполняемостью 300 человек принимает 500 с лишним, да, учеников, которые учатся в две смены, сидят там практически друг у друга на головах. Вопрос никак не решается, потому что в центре города, как нам было сказано в свое время, школу строить не будет. Ну вот это типичное оправдание, что строить негде, что нет подходящих земельных участков. Ну да, там есть определенные требования, конечно, по размеру этих участков. Но тем не менее, без решения этого вопроса ком образовательных проблем будет только увеличиваться, особенно в центральной части города. Так вот, вернемся к событиям в Кировской области. Вот я читал заявление губернатора Игоря Васильева о том, что он считает событием приезд Владимира Путина и митрополита Кирилла... Патриархом. 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 авиации, строительство площадок для посадки вертолетов и в Кирове, и в районах области. Это хорошо или плохо? Безусловно, эти события, связанные с ремонтом в поликлиниках, так называемый проект «Бережливая поликлиника», возобновление санитарной авиации, строительство вертолетных площадок на территории больниц. Безусловно, это плюс. Система здравоохранения в Кировской области развивается в положительном ключе. И это отмечают не только у нас в регионе, это отмечают на федеральном уровне. Безусловно, это плюс, но я бы не назвал это тоже грандиозными событиями. Это текущие вопросы, так должна развиваться любая сфера, связанная с региональным управлением. Но она начала развиваться. Будь то здравоохранение, будь то культура, спорт и так далее. Значит, безусловно, это плюс. Правда, опять же, я ведь не могу только хвалить. Я иногда и все-таки критикую, поэтому я могу и покритиковать. Потому что те знакомые доктора, которые работают в Кировской областной больнице, мне говорили следующее, что вертолетная площадка на территории областной больницы построена с нарушениями. Чуть ли не ежедневно там вручную убирали, счищали воду, которая препятствует, скажем так, посадке вертолета. И, конечно, это уже не доктора говорят, а специалисты-строители, что сама площадка, возможно, построена с нарушениями строительных СНИПов, специальных авиационных СНИПов, что там должен быть определенный наклон, уровень наклона, чтобы вода постоянно стекала и так далее. Так вот, мне кажется, что прокуратура, и я уже разговаривал со знакомыми прокурорами, и они подтвердили, что действительно, возможно, будет проведена проверка этого аукциона в областной больнице на предмет соблюдения всех технических норм при строительстве этой площадки. Потому что вопросы возникают, что касается других вертолетных площадок, то, по-моему, там все хорошо, все правильно. А вот по этой есть вопросы. Ну да, я должна отметить, что это вопрос не бюрократических каких-то промолочек, это вопрос жизни людей все-таки. Естественно, потому что вертолет – это сложное устройство, и, не дай бог, какие-то чрезвычайные ситуации с ним могут возникнуть. Это первое. Второе, опять же, доктора говорят о том, что неоднократно наблюдали за такой картиной, как из вертолета пациент на своих ногах выходит и проходит спокойно в свое отделение. Как это? Это говорит о чем? Его домой возят, вы хотите сказать? Нет, я имею в виду, что когда он прилетает в больницу… То есть его не транспортируют на носилках? Он спокойно выходит на своих ногах, своим ходом доходит до какого-то отделения и ложится в операционную и так далее. Но возможно, там нет просто медицинских показаний к тому, чтобы на носилках его транспортировать. Так это говорит о чем? А действительно ли стоило и жизненно необходимо было привезти этого пациента из отдаленного уголка Кировской области в Киров для операции? То есть, возможно, можно было гораздо эффективнее и дешевле отправить автомобильный транспорт? Ну, то есть, и вот таких вопросов очень много, потому что, как вы знаете, была эта цифра озвучена, один полет санитарного вертолета обходится почти в 300 тысяч рублей. Поэтому вопрос очень дискуссионный, и мне кажется, нужно как-то особое внимание уделять эффективности использования санитарной авиации. Но то, что это позитивно, это плюс, это безусловно. Это спасает жизни людей. Еще раз призываю кировчан, которые возмущаются шумом вертолета в ночное, там, в вечернее время. Прошу проявить солидарность, потому что этот вертолет спасает жизни. Возможно, жизнь спасет ваших близких, знакомых и друзей. Поэтому отнеситесь к пониманию полетам этих вертолетов. Еще одна тема, важная тема по строительству, по благоустройству города. Тема ваша, я скажу, да. Тоже отмечена была Игорем Васильевым, как позитивные изменения, произошедшие в нашей области. Две федеральных программы. Масштабная программа по ремонту дорог, огромные деньги были на нее выделены. И программа по ремонту дворов, которая стартовала у нас тоже, ну так, масштабно в этом году. По той и по другой программе возникали вопросы. И у общественных контролеров, да, и у экспертов, и у прокуратуры. Возникли вопросы по программе формирования комфортной городской среды. Буквально на этой неделе они были озвучены. Что вы думаете? Я так понимаю, что программа продолжится в следующем году, и та, и другая. Мы учтем ошибки этого года? Вы знаете, вообще, вся программа того масштабного ремонта дорог, о которой вы говорили, это безопасные дороги, она началась со скандала в Кировской области, когда УФАС нашла нарушения во всех аукционных заданиях, во всех лотах, которые разыгрывались на ремонт этих дорог. Значит, естественно, потом эти нарушения были учтены, внесены изменения в тех заданиях и так далее. Но, тем не менее, все началось со скандала. Это первое. Второе. Все началось с того, что в Киров неожиданно приехал, и, как он сам утверждает, увидел объявление... Она именно на работу. Она именно на работу. Глава дирекции дорожного хозяйства города Кирова, господин Менькин. Значит, это тоже опять очередной второй скандал, связанный с дорожными лотами. Значит, о его компетенции, о его необычном появлении в нашем регионе уже легенды складываются. Поэтому его уход с 25 декабря, как мне кажется, абсолютно логичен, потому что тендеры закончились, тендеры освоены. Единственное, не по всем организациям подписаны акты приемки передачи, поэтому вопросы все-таки остались, и в том числе и к этому господину. Значит, это второе. Что касается непосредственного ремонта дорог, то и здесь не обошлось без скандалов. Здесь были затянуты сроки по злополучной дороге Киров-Русская. Да не просто затянуты сроки, перенесены на следующий год. Они до сих пор недоделаны. Здесь были вопросы к качеству используемых материалов, к выполнению технического задания и так далее, и так далее. И общественники, и депутаты, и журналисты постоянно обращали на это внимание. И хочу сказать огромное спасибо городским активистам, журналистам, депутатам, кто принимал активное участие в контроле за выполнением этих ремонтных работ, потому что без их активности был бы полный бардак. Эту дорогу мы бы никогда не увидели, а деньги спокойно бы освоились. Но думаю, что ситуация в следующем году должна измениться. В лучшую сторону или в худшую? Очень надеюсь, что в лучшую сторону, потому что и поменяется руководство дирекции дорожного хозяйства, то есть непосредственно заказчика, который будет готовить технические задания. Мне кажется, что прокуратура Кировской области будет обращать особое внимание на эти дорожные лоты. И мы уже наблюдали, что и УФАС по Кировской области серьезно следит за этими лотами, в том числе за областными дорожными лотами, не городскими, а областными. Поэтому мне кажется, что в следующем году должен быть наведен порядок, иначе я уже не знаю, в какую сторону это все может повернуться, потому что дороги в Кировской области и в городе Кирове настолько в удручающем состоянии, что без этих федеральных средств, без федеральных программ нам просто не справиться с ремонтом дорог. Это первое, что я хотел сказать. Второе, это не надо молиться на эту федеральную программу, как на манну небесную, потому что, вы знаете, в Кировской области сформирован региональный дорожный фонд. Это те самые деньги, которые вы, как я, как кировчане, автолюбители, перечисляют в виде транспортного налога, штрафов и часть акцизов на бензин. Так вот, эти деньги формируются в региональном дорожном фонде. И несколько лет подряд он составляет около 3 миллиардов рублей. И когда вы говорите о том, что свалился на город Киров какой-то безумный 1 миллиард рублей... Это не я говорю... Это многие, да, говорят, и журналисты, и политики говорят о том, что это какие-то баснословные безумные деньги... Счастья. ...которых никогда город Киров и Кировская область не видела. Но на самом деле региональный дорожный фонд 3-4 миллиарда составляет. И куда расходуются эти средства каждый год, для меня всегда остается большим вопросом. Я всем губернаторам писал письма с требованием разъяснить. Разъяснил хоть кто-то? А все разъясняют следующим образом, что на город Киров из этих 3-4 миллиардов рублей ежегодно выделяется... В какой-то год было 3,3 миллиона рублей. Не миллиарда, миллионы. В какой-то год 4-2 миллиона рублей. А остальные деньги куда? Остальные якобы расходуются на региональные дороги. И в том числе, как мне кажется, они расходуются на явно не дорожные проекты. Вот я слышала, да, что используются эти деньги для стыкания дыр каких-то условий. Ну, конечно, да. В бюджете колоссальные дыры, и пытаются вот этот региональный дорожный фонд постоянно дербанить. Поэтому еще раз обращаю ваше внимание, что миллиард – это небоснословная цифра. И если региональные власти будут эффективно использовать региональный дорожный фонд, то в Кирове может быть каждый год по миллиарду, по два только региональных денег. Но, к сожалению, пока мы этих областных денег не видим. Сделаем сейчас небольшую рекламную паузу и вернемся в студию. Напоминаю, разговариваем с депутатом Кировской гордомы 5-го созыва, предпринимателем Алексеем Кузьминым. Программа «Особые мнения», особое мнение Алексея Кузьмина, депутата Кировской гордомы 5-го созыва, предпринимателя, мы сегодня слушаем. Буквально пару слов не договорили про федеральные программы «Ремонт дворов». Программа, которая, с одной стороны, вроде вызывала радость тех жителей, чьи дворы попали в эту программу. Их было немного, прямо скажем, из двух с лишним тысяч кировских дворов их было меньше сотни, насколько я помню. С другой стороны, очень много претензий и по срокам, и по проектам, и по качеству работ, и потому что исполнялось это все чуть ли не в ноябре. Уже все доделывалось, но, тем не менее, федеральное финансирование на следующий год нам продлило. Вы знаете, по этому поводу я хочу отметить следующее. Первое. Большинство дворовых территорий, которые попали в эту программу, это те территории, где больше всех подсуетился городской депутат. Это какой-то конкретный депутат или это разные депутаты? Нет, это несколько разных депутатов, которые больше всех подсуетились и во время, скажем так, избирательной кампании умудрились, естественно, используя свое влияние и свой лоббизм, умудрились вписать эти дворовые территории в эту федеральную программу. Алексей, но людям-то вообще на самом деле ведь все равно депутат вписал, лоббировал или нет. Я сейчас вам говорю о политической составляющей. Это первое. Естественно, те депутаты, которые не приближенные городской власти, включить свои дворы, которые относятся к их избирательным округам, было крайне затруднительно и очень тяжело. Это первое. Второе. Действительно, у жителей возникали колоссальные вопросы по срокам сдачи ремонтных работ и по качеству используемых материалов. Сроки связаны с тем, что, например, если мы говорим об укладке асфальта вокруг надворовой территории или тротуаров, то, естественно, асфальтоукладчики все были заняты ремонтом дорог, которые были во всем Кирове. То есть магистральные дороги в категории класса А, категории Б, а на дворовой территории техники, материалов, людей не находилось. Потому что подрядчики, как вы знаете, по сути-то одни и те же. Но фактически не рассчитали, получается. Фактически своих мощностей подрядчики не рассчитали. И, соответственно, как только закончился общегородской ремонт дорог, оставшуюся технику, оставшиеся материалы пустили на дворовую территорию. В авральном порядке. В авральном режиме порядка. Значит, что касается используемых материалов, то вообще по используемым материалам возникают вопросы как в дворовых территориях, так и на городских дорогах. Качество асфальта, особенно щебня, песочные подушки вызывают колоссальные вопросы. И невыносимо уже терпеть это качество этих материалов. Естественно, подрядчик удешевляет свои затраты, естественно, покупает самый дешевый материал. А мы, жители города, страдаем от этого. Мы сначала радуемся, на самом деле. Сначала радуемся, что хотя бы что-то появилось, а потом страдаем, потому что это что-то через несколько месяцев приходит в негодность. И никто за это отвечать уже не будет. Значит, это второе. Третье. Как говорил и Игорь Васильев, и городские власти, необходимо решать комплексно... Новые или старые городские власти? Старые. Мы сейчас о старых говорим. Необходимо решать комплексно вопрос об устройстве дворовых территорий. Это и освещение, и тротуар, и газон, и клумбы, и детские площадки, и лавочки. Когда мы говорим лишь о каком-то одном из этих этапов, то жители-то не чувствуют вот этого подъема жизненных сил и тонуса, и не видят этой красоты, которая может у них появиться. Вот как в Москве. Там комплексный подход. Там каждый двор ремонтируется комплексно, начиная от высадки новых деревьев, заканчивая освещением и тротуаром. А у нас, к сожалению, на что средств схватило, так и размазали. Поэтому, мне кажется, конечно, в позитивном ключе информация о том, что мы попали в продолжение этой федеральной программы и будут выделены дополнительные федеральные средства на следующий год, это, безусловно, плюс. Но нужно сделать выводы. Нужно сделать выводы, и городской администрации, как заказчику этих работ, нужно быть жестче по отношению к подрядчикам, заставлять их неукоснительно следовать техническому заданию. И жители города Кирова должны проявлять активность. Но я должна сказать, что с жителями надо активнее работать, в том числе и властям, да, и территориальным управлением и прочим. Я об этом говорю. Они могут проявить активность, но куда они пойдут, они не знают. Вот я об этом и говорю, что они должны проявлять активность, они должны писать письма, они должны теребить за рукав своих городских депутатов. Они же не зря пришли на выборы 10 сентября. Ну, точнее, 24% избирателей пришли на избирательные участки и выбрали себе власть. Так вот, теребите за рукав эту власть, которую вы выбрали, теребите своего муниципального депутата, чтобы он включал ваш двор вот в эту федеральную программу. И тогда, возможно, ваш двор будет благоустроен. Возможно, через год, когда мы будем подводить итоги 2018-го, мы будем совсем иным настроением это делать. Очень хочется в это верить. Хорошо, у нас остается не так много времени, всего 7 минут, тем еще много. Но, честно говоря, я бы хотелось все-таки, хотелось бы мне обратиться к той теме, которую мы в развороте сегодня обсуждали. Так получилось, что оба часа, да, это ситуация с командой «Родина». Вчера с Николаем Горьковым в особом мнении мы немного говорили о ситуации с командой «Динамо». Я не знаю, может быть, это мое ощущение. Мне это кажется прям вот провалом года, в том числе информационным провалом года, да, ситуацией, которая происходит с профессиональными клубами в Кире. Мы уже и с вами тоже обсуждали, да, и пытались какие-то пути решения найти. Я напомню нашим слушателям, кто не был с нами с 11 до 12 в развороте, буквально от третьего дня в общественной палате собиралась большая-большая встреча по перспективам ситуации команды «Родина» выхода из кризиса. На эту встречу, помимо представителей общественной палаты, представителей клуба журналистов, были приглашены чиновники областного правительства, были приглашены депутаты законодательного собрания, и из них никто не пришел. То есть прямо вот к концу заседания успела прибежать заместитель министра спорта Анна Альминова, да, но вот уже не застала там живого яркого обсуждения. Вот Георгий Барминов был в отъезде в районе срочно, да, министра спорта. Депутаты законодательного собрания вообще проигнорировали. Вы знаете, видимо, проблемы в каком-то районе, он в Малмышский район, по-моему, уехал в этот день. Мне кажется, для спортивного руководства Кировской области проблема в Малмышском районе гораздо важнее, нежели проблема во всей Кировской области спортивная, связанная с профессиональным спортом. Хоккейный клуб Родина, футбольный клуб Динамо. Это действительно, вы очень правильно подобрали термин. Это провал года. Вообще вся спортивная политика в Кировской области в 2017 году, это провал года. И говорить о том, что мы прилагаем все усилия для того, чтобы спасти хоккейный клуб Родина и Динамо, но говорить об этом не приходится. Клубы доведены до такого состояния, что вытянуть их, мне кажется, уже не представляется возможным, потому что областная власть не выступила гарантом, не выступила гарантом для спонсоров, для спортсменов, для болельщиков. Алексей, вот тут возникает вопрос. А она хотела вытянуть клубы из кризиса? Вот вы знаете, видимо, этот вопрос надо передвисовать к спортивному руководству Кировской области. А хочет ли Кировская область сохранить профессиональный спорт? Ведь профессиональный спорт – это не только спорт высоких достижений, это будущее победы наших спортсменов, это участие Кировской области в общероссийских, в мировых соревнованиях, это медали, которые будут славить нашу Кировскую область, и вы в начале эфира говорили о том, что с приездом Путина и Кирилла о Кировской области упомянули федеральных СМИ. Так вы знаете, мне кажется, федеральных СМИ нужно упоминать о строительстве новых заводов, новых фабрик, и в том числе о спортивных достижениях наших кировчан. Вот если об этом будут упоминать федеральные СМИ, тогда я буду горд. Мы сейчас имеем такую ситуацию, что профессиональные спортсмены уезжают в соседние регионы, где предоставлены все условия для нормальных занятий, где есть спортивное сооружение, где есть бюджетное финансирование спорта, где зарплату платят вовремя. В конце концов есть у спортсменов, где могут снарядить и отправить на международное соревнование. В Кировской области такое ощущение, что на спорте поставили жирный крест, бюджет растет лишь у спортивных чиновников, но бюджет самого спорта не растет. Алексей, в таком случае у меня вот какой вопрос. Ну, если все так плохо, если в бюджете нет средств, если мы не готовы работать со спонсорами, если мы не можем дать какие-то преференции бизнесу, там, неважно, налоговые, неналоговые, какие-то еще там, ну, давайте сядем тогда честно и скажем. Вот, все. Мы поняли, мы не хотим. Мы не хотим, мы не можем, у нас нет никаких рычагов, мы закрываемся. Ну, ведь это очень сложное мероприятие с точки зрения потери имиджа. Ага, а когда команда проигрывает в десятую игру подряд, и когда тут со слезами на глазах практически, да, приходят люди и говорят, что... Ну, это же команда проигрывает, а не спортивная власть. Ну, сделайте хоть что-то. Ну, это же проигрывает команда, не спортивная власть. Легче всего приложить вину и ответственность на кого-то другого, нежели действительно встать грудью за решение этой проблемы, искать спонсоров, и быть... Еще раз повторяю, областная власть должна стать гарантом между спонсором, например, спонсором и профессиональным клубом. Если я, бизнесмен, не чувствую областной поддержки региональному спорту, почему я должен вкладывать хотя бы там 10 тысяч рублей в эту спортивную команду? Я не буду вкладывать, потому что я переживаю за то, что и спортивный клуб не сохранится, и стратят деньги на другие нужды или куда-нибудь финансовую дыру в очередную запустят, и мои деньги пропадут. Вопрос заключается в том, что областная власть не хочет выступать гарантом, и ситуация продолжается уже на протяжении всего 2017 года. И я еще раз повторяю, что ситуация настолько критична. Я знаком со многими спортсменами из Родины, из Динамо, и они только и делают, что в интернете через своих знакомых ищут предложения от других спортивных клубов. Никто не собирается здесь профессионально выступать, никто не собирается продлевать контракты с футбольным либо с хоккейным клубом. Значит, если мы будем использовать исключительно молодые наши кадры в профессиональном хоккее, в профессиональном футболе, то особого достижения мы не сможем добиться. Нет, ну вот смотрите, говорят, что на перспективу эти ребята выучатся, научатся как следует играть, и уедут в соседний регион. Да, первое, что они сделают, после того, получат профессиональные какие-то знания и какие-то компетенции. Вот на такой грустной ноте мы завершаем сегодняшний наш эфир с Алексеем Кузьмином. Да, пожалуйста. Я завершу на положительный. На положительный. Поздравим. Значит, поздравим вашу радиостанцию с очередным годом вещания в Кировской области. Мне всегда отравдано, что ваше радио это не только средство массовой информации, но в вашей студии за этим круглым столом иногда и случаются новостные события. Ваши гости озвучивают какие-то свои предложения, какие-то идеи, какую-то информацию, и эта информация становится информационным поводом во всей Кировской области. Немногим радиостанциям или средствам массовой информации удается так эффективно работать. Поэтому пожелаю вашей станции успехов, процветания всем кировчанам. Хочу пожелать в новом 2018 году успешного развития, доброты и счастья внутри семьи, а также быть политически активным гражданам. Потому что только политически активные граждане имеют право требовать с избранной власти требовать благоустройства, комфорта, дорог, здравоохранения, культуры, спорта и так далее. Поэтому будьте политически активными, участвуйте в политической жизни региона, и наш город, наша Кировская область всегда будет развиваться и будет выглядеть все краше и краше. Я бы даже, наверное, немножко уточнила, не только политически, но и общественно активно. Общественно-политически. Это может быть не всегда связано с политикой, но будьте, пожалуйста, повнимательнее к своему городу. Алексей Кузьмин, депутат Кировской гордумы пятого созыва, предприниматель был у нас в особом мнении. Мы с вами прощаемся. До свидания. До свидания. До свидания.